друзья привет сегодня я докупил афк система продал часть часть русалова ну и так по мелочи тоже продал потихонечку маленечку продолжаю разгружаться коррекция все равно не за горами использую возможность немножечко разгрузиться и быть готовым коррекции конечно тут палка двух концах до сильно разгрузишься может рост пропустить слабо разгрузишься можешь просто не получить прибыль до от этого то что вверх сходил вниз ходил в итоге ноль поэтому потихонечку маленечку разгружаюсь но не забывая докупать ну пока разгружали больше чем докупаю докупила фк система фк система это моя любимая компания люблю я ее за динамику развития не за красивые глаза многих пугает долг системы потому что смотрят отчеты об отчетах там соотношение долга к головной компании на самом деле смотреть надо не головной компании смотреть к величине активов потому что это очень большие большие вещи относительно кфк системы там если она там сама стоит около 156 миллиардов до активы и около двух триллионов ну куда такое и соответственно когда ты долг триллионы смотришь по отношению к стоимости компании сама головной 156 душ нифига у нее долг а когда ты смотришь ну по стоимости общих и актив грубо говоря системы это половина мтс значительная часть озон это почти все бина фарм это почти все агрохолдинг степи это там части очень существенно элемент митси citronix космос хотел групп система биотех системы очень много компаний очень много крутых развивающихся такими большими темпами компания да у нее есть там проблемы сегежи ну чё где сегежи где все остальное поймите совокупности все надо смотреть совокупности озон как развивается как бина фарм за как митси развивать агрохолдинг степи вообще семимильными шагами развивать посмотрите у них там площади до увеличиваются да и там поголовье и урожай там и продажи там степь вообще очень круто развивать космос ходу как развивается для куда ни ткни ну вот кроме сегежи ну и чё на сегежи весь свет кину сошелся растет хорошо сиди же ну не продаю конечно я по процентику я не мелочусь по себе же большими большими там процентов она там прям фиганется 15 доберут хорошо влезет про нам по процентику замучайся водить в плюс замучаетесь так плюс фиг ты вывели выведешь по маленькому процентику то на большими шагами идти так ну давайте к вашим вопросам к вашим вопросам ну как раз вот по системе вы мне спрашивали я сегодняшнюю сегодняшней покупкой сегодняшним постом до отметил ответил по долгам системы что долг системы он не критичен так как имеет значение возможность обслуживать долг вот умечила проблемы большие с долгом потому что он обслуживает он не мог надрывается над этим долгом понимаете система очень легко обслуживает долг по что выручка прибыль всего и хватает для того чтобы долг ряд обслуживать это и очень комфортно поэтому когда вы смотрите долг вы смотрите на возможность обслуживания следующий вопрос пишут ну значит эльдар спрашивает что разные аналитики дают разные рекомендации и вообще кто во что гораздо и вопрос типа можно ли доверять там рекомендациями как для чего не рекомендации дают друзья мои я один раз поставил эксперимент вот я вот все на своем опыте у меня до сих пор много разных портфелей где я внедряю такую-то систему в такую-то систему допустим нам вы же вы же видите что развивается канал вместе с каналом увидите там долгосрочной стратегии активно активно 10 10 20 пираты там в пиратах когда были проблемы с большой просадкой соответственно решили тоже да вот сейчас вот пришли к тому что там как я называю там лабиринт минотавра да там с хеджированием с ограничением маржи и так далее вот и яра пробу разное разное пробую и значит у меня был такой эксперимент значит завел один отдельный портфель и решил покупать туда вот прям самое самые топовые рекомендации самых топовых домов и по консенсус прогнозам да то есть какой консенсус прогноз вот реально если бы я в делал бы наоборот я нормально бы зарабатывал и думаю да что за фигня еще за бред ну почему почему так вот тут тут же написано там такой-то таргет там таргет 50 процентов дай хотя бы 5 нет она в минус там 15 понимаете ладно думаю да что за фигня потом смотрю 2 я не буду там рассказывать какие да чтобы не никого не обидеть ну скажу 2 одни из входят в топ-5 мировых инвест домов вы все знаете инвестбанков все знают сам может быть даже топ-2 эти два входят и значит один дает прогноз по apple плюс 30 процентов а второй минус 30 процентов это как так так ну как так это два самых крупнейших инвест банка почему них разница 60 процентов кто-то конечно какое-то направление отгадает вы поймите ну-ка это же не ладно там кто-то даст плюс 10 процентов даты таргет кто-то там плюс там 20 но это дает плюс 30 что apple apple не какой-нибудь там хухры-мухры там самая грубо известная компания а это говорят что на минус 300 процентов упадет это это если не два самых крупных но в пятерку точно входит в мира там такие команды аналитиков там такие возможно там такие интеллекты там программы там отделы там и работают миллиарды на это все сотни миллиардов на это все выделяется ну как можно взять дать разнонаправленное такое движение это чушь это все это я вам просто скажу чем больше вся эта система направлена на то чтобы люди делали больше сделок вот тебе рекомендации делай сделки они не не пошло а вот а вот другая рекомендация ой не пошло а вот эту попробуй рекомендации а вот эту попробуй и за каждую сделку заплати комиссию брокеру который тебе дает рекомендации вот такие дела бизнес этот бизнес вот такая конечная цель рекомендации чтобы люди делали ставки делали на рост падение покупали давали объемы эти только а босики комиссии своих собираем все еще вопрос после понижения ставки фрс по вашему мнению куда двинется золото понижение ставки и там ходит вокруг практически одной цифры тут не вокруг ставки фрс на смотреть тут надо в принципе смотреть золото у нас система финансовая система до которая действовала там с июля 44 года бетонгутская финансовая система потом на и массе конференции отвязали от доллара но по сути дела система 1 она вообще закончила значила сдыхать уже 2008 году был первый звоночек звоночек сейчас уже это просто вот пытаются воду мертвеца у припарками лечить глобальная финансовая система рушится пытаются прикрыть войнами эпидемиями еще чем-то поймите какие тектонические сдвиги у нас происходят и естественно золото при смеи какая будет финансовая модель там финансовая система там политическая система и так далее в мир мировая перетрубаться идут уже 20 2008 там ну по сути дела уже в двадцатом году уже все уже пытаются этим не пошло тут войнушку устроили не пошло ну никак все естественно при вот таких перетрубациях глобальной финансовой системы золото является защитным активом для крупного капитала мелкие тоже конечно смотрят и ринулся вы посмотрите центробанки мира как активно закупают золото как золото растет тут глобальный тренд чё там у нас там не знаю кошка пукнет куда двинется золото причем тут это глобальный смотреть надо на вещи ставку по низу ставку повысить это все это все сопли игрушки таки дела задавайте вопросы в комментариях получайте ответы всем пока так